И всем привет, с вами Wages of Sin, и сегодня мы продолжаем играть в Силсилин колец онлайн. И нам тут выпало Ахасот задание какое-то. Зловещий холод пробирает вас до костей, вам встретился Ахасот, ужасное привидение Палифорност. Это призрачное существо набрало силу, поглотив кровь тех, кто пал его жертвы. Так, я что-то не понял. А я его разве не убивал? Или это что-то другое? Или это, типа, время прошло, и он 5 часов, и он отреспавнился? Или что? Или, 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 или обкуда? А нет, это что-то другое. Хотя... Подойди ближе, теплое создание, подойди ближе, твоя кровь, я почти чувствую ее вкус. Врешь, не возьмешь. Ахасот умер. Выничтожили одного из самых опасных призраков на полях Форност. Спасибо. Рад стараться. Мне надо туда, а зачем мне туда? Говорят, там что-то есть, и почему-то аж целых два кольца. Господи, ну пролазьте за мной, пролазь. Псина решила со мной посидеть, и села тоже на кресло. Чтобы ей сесть на кресло, ей надо пролезть сзади меня. Да? Ну, в общем, у нас замудренные ходы. Мы, мы с ней любим сложности, видимо, да? Да? Вся в хозяина. И последняя могилка, как я и обещал в предыдущей серии. Эта могила недавно была разрыта. Окей. Читая дома, наверное, уровня до сорокового качнусь, и пойду в Великий Могильник рушить налево и направо. Е-е-е-е-е-е-е-е-е. Правда, я не знаю, получится ли у меня качнуться до сорокового уровня. Конечно, могу сейчас быстренько глянуть в моей сохраненной страничке по Вики, лотера, какие здесь вообще есть квесты. Может быть, и не получится. А может, мне не получится. Так, ныхт. Так. Ну а-ля. Чё-то, думаю, издеваешься-то. Так, секундочку. Бежим дальше. И убиваем, в принципе, всё подряд. Итак, что у нас здесь есть? Анудир. Я, к сожалению, половину названия, скорее всего, не выговорю, потому что тут у меня Вики английская. Анудир. 22-24. Но данжен есть 65-й уровень. Долдайнен 32-37. Значит, в принципе, есть вероятность того, что мы сможем качнуться до сорокового. Форнос 36-41. То есть он даже для нас сейчас довольно не хил. Феллоушип. Это, я так понимаю, это что-то типа для братства, что ли, или чё? Так. 26-35 на Милу и Няне. Ну, 35-й это конечное, по сути. То есть свыше 35-го мне не будет идти опыт. Значит, сороковое здесь вряд ли подниму. Да, определенно вряд ли подниму, потому что тут максимальный уровень. Форнос и... И эстельдин квесты до 42-го. Хрена узнает, не знаю. Увидим, короче. Кровь убежал. Стэмба. Так, ладно. Давайте сдавать. Вы разыскиваете Минхаму об... Что? Минхаму об умертвях. А, рассказываете Минхаму... Фух, господи, слепошара. Вы рассказываете Минхаму об умертвях, которые упоминали имя Алнатрона, пробуждения Морафна, об огоньках смерти и недавно разрытых могилах. Если твой рассказ правдив, вероятно, Алнатрон сбежала в Танлорн. Но сила ее не уменьшилась. Это тревожные вести, Диагол. Тревожные вести, что я еле это выгорел, что ты мне пытался сказать. Вот это тревожно очень. Кстати, вы заметили? Вы заметили? Они сидят тут вместе. Фига себе. И он уже не стоит на стрёме. Это либо только для меня прогружается, либо для всех. Я не знаю. Думаю, Духолнатрон можно найти у Танлорна, среди руин в западных полях. Про те места много чего нехорошего рассказывают. Говорят, что все зло идет оттуда. Мой скакун знает дорогу и сможет отвезти тебя туда, но будь настороже. Даже такому опытному воину, как ты, и там надо смотреть в оба. Так, секу. Куда ты нас посылаешь? Где это? Поехали. У лошади хвост стоит. Круто. Так, и мы, в принципе, перенеслись как раз таки в Олнатрон. Отправиться в Танлорн. Убрать. Истребить. Убрать. Выполнить. Убрать. Найти падшего духа. Ядовитый туман. По всему Танлорну расставлены странные идолы, которые источают ядовитый зеленый туман, покрывший поля фарноста. Разрушить эти идолы, чтобы остановить распространение отравы. Романрайт. Миннос. Врун. Уст. Нуран. Ладно, не важно. Ох, ё-моё. Вот это поворот. Вот это нежданчик так из-за бугра. Из-за леса, из-за гор, показал мужик топор, да не просто показал, его к носу привязал. Странный идол. Шесть штук. Слушайте, этих квестов я уже вообще не помню. Реально. Походу, это что-то новенькое. По крайней мере, я бы, наверное, запомнил именно вот это вот местечко, потому что оно, можно сказать, знаете, место из ниоткуда появилось, такое, опа, и я есть. Сантик, ты помимо того, что рядом с вами валяешь, ты еще и воняешь, коза ты этакая. Ужас. Вроде все нормально все. Да, коза вонючка. Ладно, ладно, ладно. Ну, в принципе, не особо тут сложнее, так что зря меня этот следопыт предупреждал. Боялся, короче, он слишком походу. Слышишь, я тебя вижу. Я тебя вижу. Откройся же нам, царица полей. Знаете, что-то как-то идолов маловастенько будет. что-то прям как-то это лока прям не идет, я бы сказал, а прям бежит мимо нас. Ага, вот оно как, тут по два идола. Ну, хорошо. Это идолы, я хоть не... да, это идолы. На, окей. Эй, я тебя не убил, что ли? Слышь? Ну-ка, фу, брось это дело. Так, но все равно у нас остается... Ага, еще один есть. Все хорошо. И там, видать, у нас Олнатрон стоит. Со своими приспешничками. Нехороший. Дунаданы не могут противостоять силе мертвых. Не получится это и у тебя. Ты умрешь, и тьма накроет эти земли. Че ты всякую мразоту призываешь? Саму-то че, слабо? Дерись, как... Хотел сказать, как мужчина, но ты же походу женщина у нас, да? Судя по парику на башке. Или все-таки мужчина? Ну, ты вообще молодец, конечно же. Давайте посмотрим, что это у нас вообще такое, женщина или мужчина. Да хрена узнает, унисекс какой-то. Ну, хотя по грудям видать, что женщина все-таки. Вы победили Олнатрон. Все? Все. Так, и давайте-ка я опять же на секундочку обращусь к моим заметочкам и посмотрю, что у нас имеется... Господи, почему ты ушел назад? Что за бред? Так, Северная Нагоре, да? И нас интересуют... Бежим на выход пока. Допустим, да? Амонрайт это у нас 12, 10, 52, 12, 52. Дальше идет Ост Нуар. Нуаран точнее. Ост Нуаран. 8, 53. Слушайте, это где-то здесь, что ли, получается? Да, это где-то здесь. 53, это вообще где-то в заднице. Хорошо. Беру себе минуту на раздумывание. Во-первых, мы находимся на координатах 10 и 53. Нам из всего надо найти 10, 52, Омон, Аму, Амрун. Аному не надо уже найти. Хорошо. Санталяк уже. Ляг. Далее нам нужно... Блин, хоть бы на карте это отмечено было, я бы так понял, а то, блин, тут это все не на карте отмечено, а тупо написано как коры. Это пипец неудобно. Ой, ну ладно, неважно. Врата 8, 8, 5, 5, 2. 8, 8, 5, 5, 5, 2. Господи, да идите вы в жапу. Я замучаюсь оттуда поискать. Я сдохну быстрее, чем найду это все. Невозможно. Не понял, подождите, мне кобыли надо, что ли, или что? Нафиг мне кобыли. Ну, хорошо, давайте вернемся к Минхаму. Сдадим ему квесты. Нам кобылу-то предоставят, надеюсь, еще разок до туда сгонять по-быстрому. Ядовитый туман. Граждане тебе удалось разрушить эти идолы, ведь именно они были источником тумана, окутывающего поля Форноста. Нет сомнений, что не обошлось тут без чар Олнатрона. А, это ты? Я знаю, что тебе удалось одержать победу. Тень, оморочавшая мои мысли, исчезла. Благодарю тебя от имени всех следопытов. Оморочавшие твои мысли. Господи, ты боже мой. Оставь меня, старуха, я в печали, называется. Твою помощь трудно переоценить, но у меня есть к себе еще одна просьба. Проверь моего друга Амариона. Его лагерь находится на Аманрайт, к востоку отсюда. Там сейчас укрылось немало беженцев из окрестных земель. Им сейчас приходится нелегко. Она, в принципе, в Аманрайт и надо. Я долго странствовал по полям Форноста там и наткнулся на лагерь, который разбили охотники за сокровищами. Они до сих пор еще там. Затем по дороге к Амон Амрун мы его нашли. Я услышал зов смерти. Я искал сокровища, но нашел лишь погибель. Это к востоку отсюда. Если ты ищешь свою смерть, я покажу тебе, где это. Ты ведь ищешь? Все ее ищут. Я что, похож на идиота? Конечно же, я ищу свою смерть. Так, подождите, восток справа. Ну да, логично. Псина, ты либо лежишь, либо не лежишь. Выбирай одно из двух. Господи, с кем я разговариваю? Это же такая няша. И все. Вот так вот одноразовая лошадь. Представляете? Евреи всюду. Вот как ему что-то надо, так он сразу же и лошадь тебе предоставит, и все. А как я ему помог, так все сразу же. Обойдешься, говорит, без лошади. Нельзя так делать. Не по понятиям это. Не по-человечески. Я вот теперь бежать должен за тебя. И да, я знаю, что могу сесть на лошадь. Но я с принципа буду бежать. Потому что этот еврей мне не дал лошадь. Так, 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 надо подумать. Короче, я, наверное, за кадром про... Знаете, вот еще что не хватает властелине колец, это меток на карте, которые я могу сам ставить. Хотя бы две, не больше. Две меточки, пожалуйста. И все, все. Моя жизнь просто спасена после этого. Если я поставлю две меточки на карту, я просто тогда хотя бы буду знать, куда мне примерно бежать, как мне бежать. Я вот сейчас вот право-лево жму, и ничего. Печалечка. Не, если кто знает, как ставить метки, напишите мне, пожалуйста, об этом. Я буду очень за это благодарен. Потому что вот искать вот эти вот западные руины, ну, в общем, сложновастенько. блин, знаете, мне эта музыка напомнила игру Anno 1602 год. Не знаю, почему. Но чем-то очень похоже. Хрен узнать, чем. Здравствуй. Сколько? 34 золотых ошалеть. Что-то это как-то слишком много. Амонрайт. Амонрайт. Тебя послал Минхам, верно? Добрый друг. А пару милых рук мне и в самом деле пригодилось бы. Наши припасы почти на исходе. Я не удивлен. У всех какие-то проблемы. И у меня тоже. Но никто я не могу никому выдать квест на свою проблему. Поэтому я буду выполнять проблемы других. Я был рад предоставить тебе место для отдыха, но боюсь, что покоя ты здесь не найдешь. Зло поднимает голову Форности, а холмы Анундира на востоке разорены врагами. Эти люди ищут у меня защиты. Увы, еда на исходе. Я не могу отправиться на охоту, потому как боюсь оставить лагерь без защиты, ведь из воинов тут только я. Если ты пренебрежешь моим предупреждением отправишься на восток, убей для меня несколько вепрей, что бродят по минус в руну. Они облюбовали эти руины и кажется не собираются покидать их. Хорошо. Это нам без каких-либо проблем. Хотя я, честно говоря, вепри видел немного в других местах, но коль вам надо именно этих веприс, именно этим мясом, что они ели именно эту травку, то, пожалуйста, конечно же. Ох уж эти гурманы. Никогда их не пойму. Ух ты, смотрите-ка, тут появились враги. Офигеть! Я могу качаться, я могу качаться. Угу. Да, ровно один уровень. И все. После этого уровня у меня и эти вепри уже никуда не... Надо запомнить. Крестик. Еще крестик. Здесь что, в казаки-разбойники играли? Интересно, кто-нибудь еще вообще эту игру помнит или нет? Это офигеть! Вот представляете, ленивый, да? У него эти вепри видны, в принципе, прямо с его башни. А он, видите ли, боится. Кстати, я не получаю с них опыта. Плак-плак. А, ну да, потому что эти 26-ые. Это, как говорится, редкий вепрь доживет до 27-го уровня, да? Ну и? И сколько опыта? О, целых 22 опыта! Да я просто богат! Зато у меня есть прочные шкуры. Вот за это я реально радуюсь. Потому что шкур 3-го уровня это найсово. второй уже не катит, а вот третий вообще ляпота. Я же правильно понимаю, да? Да, вот первого, вот второго. Нет, подождите, это тоже средняя шкура. То есть, это второго у меня... Ну, мало, но есть. Братишка, братишка, я тебе покушать принес. 8 нахер вепри. Вам этого хватит недели на две. Диакол, как я рад тебя видеть. Твое охотничье мастерство поразительно. Этого мяса хватит надолго. Рано или поздно варги и гоблины будут изгнаны из Анундира. Этим мясом я накормлю те, кто пришел под мою защиту. Спасибо тебе. Теперь нам хватит припасов на долгое время, но люди в веренной моей заботе не успокоятся, пока не вернут свои земли в Анундире, и захваченные врагами и гоблинами. Надо соблюдать осторожность. На склонах южных холмов есть лагерь гоблинов. Чтобы беженцы смогли вернуться домой, в первую очередь нужно разгромить этот лагерь. Но мне надо узнать силу врага. Еди на восток, в Анундир подберись к лагерю гоблинов, но смотри, чтобы они тебя не заметили. Не хочу, чтобы гоблины пришли к Аманрайт вслед за тобой при выполнении поддаться на глаза врагу. Это нафиг как? Я что-то прям не знаю. А можно их убивать? Так. Секу там еще один квест. На нашу несчастную ферму напали в варги. Мы еле смогли унести ноги, а когда добрались до сюда, этот старый следопыт поклялся защитить нас, но не вечно же нам придется здесь прятаться. Я вот подумал вернуться, но что если варги по-прежнему рыщут у нашей фермы? Она к востоку отсюда около дороги находится. Вот бы хоть какую-то весточку оттуда получить. Давайте пойдем вот по вот этому квесту. Я просто хочу посмотреть, что там есть, чего там нету и что там есть. Мочи лесу пока не убежала. Ай, какой молодец. Ты убил лесу с одним хитпоинтом. Ты просто герой средиземья. То кабанов стаями отбивает и жертвы не хватает, то на лес перешел. Ужас. Кстати, знаете, вот живу я... Хотя ладно, не важно. так, давайте пройдем дальше. Я просто подумаю, если хватит... Сейчас посмотрю, сколько у нас сейчас времени вообще физически. Если мне хватит еще на одну серию, то в следующей серии я расскажу небольшую историю. Даже не знаю, история это не история, но отчасти вопрос, отчасти история. зловещий холод прибирает вас до костей вам встретился гуртагар, ужасающий привидение полей фарда носта это призрачное существо набрало силу, поглотив. Я это все понял. Почему у вас описание одно и то же на все привидения? О, трус. Беги отсюда, дурик. Это что, лагерь, что ли? Да ладно. Стражи... Древние стражи Амрун пробудились и ярость их не знает границ. О, нифига себе. Так, я так понимаю, сейчас вылетит птичка, да? Действительно, птица еще там. Кто тревожит Аммрун? Снова воры, жаждущие наших сокровищ. Ты заплатишь за это жизнью, мерзавец. А можно поговорить вначале? Зачем сразу драться, уважаемый? Всегда можно договориться. Как ты смеешь тревожить мать покой? Да вот это ты мне. Вор, тысячу раз будь проклят, кто осмелился осквернить Аммрун. Думорн пришел в ярость, вспомнив о воришках, рыщущих в древней гробнице Аммрун. И чё? А, тут еще какая-то байда. Мне выходить вот за эту локу нельзя. То есть мне надо убивать именно вот буквально вот с этого постамента всех. Все, что вовне, уже все. Уже не считается. Это прискорбненько. Я не понял, я убил этого увольня и поискать следы гробителей на Аммрун. А, вон уволень. Все, нормально. Это не тот уволень был, который я думал. Это не те ледроиды, которые вам нужны. Вот видите, даже оттуда притащил его поближе, все равно он уже не считается. То есть мне надо именно там их 8 штук убить. А, как у нас чешется. Ну, а здесь опять теплое создание. Подойди ко мне, да? А, живое существо. Мне нужна твоя сила. Я поглощу все, в тебе есть. Все, что ты есть. Все, что я ем. Не надо все, что я ем, поглощать. Я и сам поглощаю. Это знаете, как двое злорца одинаковых с лица. Чуть было не сругнулся. Вы уничтожили одного из самых опасных. Да тут все, смотрю, опасные просто некуда. Тут реально можно деяние отдавать, чтобы убить всех самых опасных призраков на полях Фарноста. По-моему, было бы круто. но сложно, потому что это опять бы пришлось по всему вот этому бегать. По всему вот этому. Как сказанул-то пипец? Так, ну что? А, да, следы грабителей. Я думаю, все-таки это и есть следы грабителей. Вход открыт, и у вас ощущение, что за вами кто-то наблюдает. Быть того не может. Кто же это может быть? Поговорить с тем, кто следил за вами. Вы о чем сейчас вообще? Че? И кто за мной наблюдал? Баргест? Ты че херел что за мной наблюдать? А, не, не он, пардоните. О, Колберг, Колберд. Раскусили меня, раскусили умно, братья Колберт, искатели приключений, вот кем мы были, пока не пришли сюда. Братья Колберт были расхитителями гробниц, пока не нарвались на плохую гробницу. Братья Колберт горе не знали, пока не пришли на Аман Амрун. Теперь остался один Колберт, безумец Колберт. Похож, безумец Колберт отправил вас сюда, чтобы затем таким образом признаться в том, что он ограбил захоронение и совался куда не следовало. Не, ну, ты мне, честно говоря, не сделал ничего плохого, поэтому я на тебя не сержусь ни в коем разе. Вы спросили безумного Колберда, что случилось, когда он попытался ограбить гробницы Аман Амрун. Двое вышло, двое вошло, а вышел один. Но я также, но я тоже так и не вышел, не совсем. Тени, которых мы потревожили, когда складывали добычу, завладели моим разумом, и я не могу уйти из Амона Амрун, и тени не могут. Скоро я сам стану бродячим призраком, как они. Печально. Ну что, давайте на этом, собственно, серию завершим, а в следующей серии мы уже продолжим наши похождения во вселенной выстрелим колец онлайн. Ну а на этом все, с вами был Wages of Sin, всем спасибо за просмотр, и всем пока.